всем привет сегодня разбор и сравнение двух квартир в одном жилом комплексе южные кварталы город екатеринбург ко мне частенько обращаются с просьбой помочь выбрать квартиру из двух или даже из трех это на этапе покупки допустим пришли вы к застройщику и он предлагает вам выбрать из двух трех а может быть даже четырех вариантов а вы не знаете какая же лучше вот для этого и нужно обратиться ко мне за консультацией и я помогу вам выбрать наилучшую сейчас покажу пример такой консультации когда я помог людям определиться нарисовал два варианта и они уже без труда выбрали наиболее подходящий под их образ жизни под их ситуацию ну в общем давайте смотреть итак обратилась ко мне семья молодая без детей но в будущем планирующая завести вот эти вот цветы жизни так сказать но при этом уже заранее побеспокоилась о том чтобы знаете там через 5 или 10 лет не заморачиваться о том что нужно искать и покупать новую квартиру делать снова в ней ремонт а купим-ка мы сразу же такую в которой можно предусмотреть детские на будущее ну чё потом менять-то квартиры тем более хороший жилой комплекс южные кварталы и все прекрасно приносят две квартиры и говорят уважаемый иван вот мы такие молодые интересные работаем в сфере айти работаем дома между прочим иногда но иногда и с работой поэтому помогайте давайте нам выбирайте вот одна квартира сто девятнадцать квадратных метров а вторая а вторая сколько же 2 чуть ну примерно такая же чуть поменьше давайте рассмотрим что мы имеем изначально итак вариант номер один прихожая узкая длинная не очень хорошо из которой мы попадаем в общее пространство где есть кухня очень странно вытянута хотели остров поставить какой-то недоостров получился с обеденным столом отдельная диванная группа с креслом и отсюда же из общего пространства вход в спальню если мы дверь откроем то сразу же будем видеть того кто спит на кровати тоже не совсем себе комфортно есть небольшой гардероб очень маленький но при таком-то размере квартиры можно было бы и побольше сделать гардеробную отсюда же вход в душевую три квадратных метра маловато но хотя бы есть дальше идем по коридорчику попадаем в общую ванную и одна комната вторая комната предполагается что одна эта детская вторая кабинет ну и может быть там лет через десять потребуется еще одна спальня поэтому все пригодится все в дело что имеем во втором варианте вход шкаф и отдельно гардероб это уже лучше чем в первом варианте потому что есть гардероб дальше мы можем пойти направо налево если идем направо попадаем в приватную зону первая комната вторая комната это все спальни и третья комната то есть спальня и общая ванная комната то есть мастер спальни нету но собственно как и в первом варианте а это плохо если мы планируем завести детей есть отдельно постирочная обратите внимание в которую мы заходим и в общем что-то там стираем то что постирочная есть это хорошо в первом варианте нет постирочной идем дальше уже в общее пространство здесь что у нас есть есть гостевая ванная но здесь не ванная душевая кабина унитаз раковина проходим чуть дальше и здесь уже более интересное пространство почему потому что она вытянуто есть три окна с выходом на небольшую лоджию есть кухня с острова отдельно стоящий стол и диванная группа вот эта зона тоже мне кажется более интересно чем в первом варианте но давайте посмотрим что получилось сделать с помощью перепланировки и какая все-таки квартира из этих двух победит рассматриваем вариант номер один попадая в прихожую мы остаемся точно в том же узком коридоре потому что расширить никак мы его не можем этому мешает вот эти вот конструкции это скорее всего шахты вентиляции которые мы никак передвигать не можем поэтому ширина остается такой которой она была изначально не очень большой поэтому остается большой вытянутый коридор из этого коридора мы можем попасть в общее пространство где остается диванное кресло и еще я добавил шкаф и камин со стороны гостиной камин а со стороны коридора шкаф да просто добавил мест хранения потому что того маленького было недостаточно развернул полностью кухонный гарнитур теперь у меня есть остров за которым мы можем стоять готовить одновременно и болтать с теми кто у нас в гостях или тот кто в зале находится смотреть телевизор например болтать с тем кто в кресле находится вот сейчас уже кухня более-менее большая огромный стол на шесть посадочных мест это в принципе вполне себе комфортно можно еще пару стульев приставить 8 человек разместятся вполне себе свободно телевизор стоит не по центру немножечко с угла я предполагаю что это напольный телевизор знаете есть такие samsung на ножках очень красиво смотрится выглядит как арт-объект в интерьере кстати очень классная модель вход в спальню остался точно там же гардеробная такая же санузел тоже такого же размера но и собственно говоря кровать идем дальше там где у нас остальные комнаты мне удалось сделать отдельно постирочную зону за счет того что я уменьшил немножечко бывшую детскую теперь у меня здесь одна комната ну и другая комната осталась без изменений просто я расставил мебель одну комнату под будущую детскую для малыша вторую комнату просто кабинет и как гостевая комната она возможно будет использоваться осталась ванная комната там где она была вот из плюсов удалось добавить постирочную зону и убрать стиральную машину из ванных вот с этим вариантом разобрались теперь переходим ко второму что здесь получилось а вот здесь на мой взгляд уже по интересней во первых удалось увеличить входную группу и теперь это большая прихожая можно завалиться большой компании комфортно переодеваться это сразу же выигрывает перед первым вариантом потому что место больше два больших шкафа располагаются тоже ну допустим можно поделить один для взрослых другой для детей это тоже в общем интересно напротив входа мы можем поставить какую-то красивую вещь там консоль или комод это тоже здорово и пространство чувствуется и полезные вещи какие-то здесь стоят далее попадаем в общего гостевое пространство здесь я тоже практически ничего не меняю кухню оставляет так как есть остров так как есть стол там где он находился просто добавляю к нему буфет напротив стола делаю это все так чтобы было симметрично делаю так чтобы вот здесь соблюдалась симметрия и все это выстраивается в очень хорошую красивую гармоничную композицию большая диванная группа с двумя креслами напротив стоит у меня камин а не телевизор как многие могли бы подумать телевизор стоит напротив окна тоже на ножках как и в первом варианте в общем гостиная здесь на мой взгляд гораздо более интересней правильней и с точки зрения компоновки мебели гораздо гармоничнее дальше идем в другую сторону детские комнаты остаются так как они были одна будет пока для малыша вторая будет кабинет она же гостевая а вот заходя в спальню родители мне удалось сделать мастер спальню с гораздо большими размерами чем в первом варианте смотрите сами гардероб получилось сделать больше шкафов больше гардероб сам по себе просторней проходя дальше но по обыкновению кровать стоит ну и ванная комната конечно здесь раза в три а то и в четыре больше это сразу здорово можно поставить отдельно стоящую ванну отдельную душевую унитаз раковину и что еще интересно можно сделать светопрозрачную дверь ну просто стеклянную сквозь которую будет проникать свет а когда свет попадает ванну это совсем другое настроение короче здесь сразу три плюса против первого варианта ну и вообще если так вот рассудить то конечно вот вот этот вот второй вариант по всем параметрам выигрывает как мне кажется вот остается гостевая ванная в которой есть унитаз раковина ванная и здесь же закуток под постирочную все это можно скрыть за единым за едиными фасадами дверей шкафа можно их из единого материала сделать и даже никто и не поймет что там спрятана стиральная машина остается место под химию корзину для белья ну что там еще необходимо хранить много всего поэтому места достаточно при таком решении удалось еще сделать небольшую кладовку со стороны прихожей здесь можно хранить много всего полезного ну например пылесос или например какие-нибудь там самокаты или удочки да все что угодно место не пропадет то есть будет использоваться с пользой я считаю вывод второй вариант наиболее удобен для проживания конкретной семьи которые для которой я делал подбор и выбор из этих двух вариантов мы это все обсудили и они со мной согласились пошли покупать собственно говоря ту квартиру которая для них оказалось наиболее удобно вот зачем нужны разборы друзья потому что вы тратите огромные миллионы на покупку квартиры так лучше же изначально выбрать ту которая максимально будет подходить именно для вас а для этого нужно прийти рассмотреть все варианты сделать разбор и сделать правильный выбор ссылочка в описании переходите туда обращайтесь с удовольствием для вас это сделаю ну а если хотите самостоятельно выбрать квартиру то заходите на сайт in график он и по 20 параметрам выбирайте подбирайте себе наилучшую квартиру ну а на этом все ставьте лайк жмите колокольчик подписывайтесь на канал распространяйте это видео шлите своим знакомым уверенным тоже будет полезно и всем пока а в комментариях пишите обязательно какую бы вы выбрали и почему все всем пока да прибудет с вами муза и болтать с теми кто у нас в гостях или там тот кто в зале находится колпачок отпал а попадаем мы в эту спальную зону через гардеробная через гардеробная а